Давайте рассмотрим белковые добавки в зависимости от различных источников протеина. На рынке наиболее широко представлены продукты на основе молочного, яичного или соевого белков. Казеин или казеин от кальция составляет до 80% белка молока и молочных продуктов. Он получается путем ультрафильтрации и является полноценным белком с высокой биологической доступностью. Отличительной особенностью казеина является его способность к медленному высвобождению аминокислот в кровь, что делает его отличным вариантом для постоянной защиты мышц. Молочная сыворотка является великолепным источником белка. Считается, что именно у нее наивысшая биологическая ценность. Сывороточный протеин существует в виде концентрата или изолята. Получение изолята сывороточного протеина относится к дополнительному отделению от него лактозы, жиров и других небелковых молочных фракций путем очистки, фильтрации и гидролиза. Изолят очень быстро усваивается за счет наличия в нем более мелких фракций белка и свободных аминокислот. А это так необходимо сразу после тренировки, когда организм острого не нуждается. Поэтому именно данный вид белка будет считаться наиболее благоприятным во время посттренировочного восстановления. Яичный белок имеет отличную биологическую доступность и аминокислотный профиль. Усваивается он чуть медленнее, чем сывороточный белок, что делает его хорошим источником протеинов на протяжении всего дня. Соя служит не только хорошим источником растительного протеина, но также имеет ряд дополнительных полезных функций. Например, считается, что соевый протеин улучшает функцию почек, способствует оздоровлению костей, снижает уровень холестерина, а также, возможно, уменьшает вероятность возникновения некоторых форм рака. Хотя соя не достает одной из незаменимых аминокислот, а именно метионина, все остальные представлены в ней достаточно широко, в том числе и аминокислоты с боковыми цепочками. Все это делает сою источником высококачественного протеина по биологической доступности, сопоставимого с мясом или рыбой.